В овощном отделе «пятерочки» покупателям пришлось обходить тело покойника. Накануне вечером в Саратове в супермаркете на Пугачевской скончался мужчина. По словам очевидцев, сотрудники магазина ограничились тем, что накрыли тело простыней. Но останавливать торговлю не стали. Это вызвало сильное возмущение у покупателей и бурное обсуждение в средствах массовой информации. Только подонки или полные дебилы, в данном случае скорее второе, могут продолжать торговать рядом с только что умершим. Причем у них на глазах. Действительно, ну подумаешь, человек умер. Подумаешь, дети увидят. Главное – бабло. Какая-то истеричка. Смерть – совершенно естественное явление. Умрем мы все до единого. Делать из смерти культ безумия. И уж точно не надо эвакуировать посетителей магазина из-за трупа. Он не представляет опасности для живых. Магазин – не дорога. Закрыть этот небольшой магазин легко и просто. Но выручка при этом может немного упасть. А соответственно, без того нищенская зарплата. Вот аргументация работников магазина. Плюс – крайне низкий интеллект. Почему? Надо выяснить, от чего он. Мы хотели выяснить, администратор нам ничего сказать не может. Значит, что-то за ним, наверное, нечистое. Поэтому они и не объяснили. Что-то, наверное, не так. Наибольшее возмущение свидетелей инцидента. Оно получило поддержку и пользователей социальных сетей, вызвало бездействие сотрудника охраны и продавцов магазина. По словам неравнодушных граждан, сотрудники супермаркета говорили, что ни за что не отвечают и предлагали звонить вышестоящему руководству по телефону на информационном стенде. На следующий день после фатального случая персонал магазина всячески избегал каких-либо разъяснений. Нам из жителей сообщили, что человек умер в магазине. За комментарии мы обратились к администрации корпорации «Х5 Ритейл Групп». На официальный запрос нашей телекомпании последовал следующий ответ. Высылаю комментарии представителя пресс-службы «Х5 Ритейл Групп». В 17.27 посетителю магазина стало плохо в торговом зале. Сотрудниками была незамедлительно вызвана скорая помощь. Также была вызвана полиция. Сотрудники скорой приехали на вызов через 15 минут. Они констатировали смерть посетителя и накрыли тело простыней. После прибытия полиции работа магазина была приостановлена на 2 часа. После получения ответа руководства торговой сети мы обратились за информацией к представителям правоохранительных органов и службы скорой помощи. По их словам, на место ЧП они прибыли своевременно. Вызов уступил где-то около половины шестого примерно. Туда была сразу направлена бригада немедленно. Бригада прибыла через 10 минут и констатировала уже смерть больного. Вызывали из магазина сотрудники, что больной мужчина упал. Естественно, вызов был отнесен к категории экстренных. Бригада приехала своевременно, но уже помочь ничем не смогла. На место была направлена группа незамедлительного реагирования. Совместно со службой медицинской помощи, скорой медицинской помощи, данный гражданин был осмотрен и опознан. Им оказался житель города Саратова, 1978 года рождения. По приезду сотрудников полиции работа магазина была приостановлена на время проведения оперативных мероприятий. Официальный представитель полицейского ведомства также отметила, что формальных оснований для приостановления работы магазина у сотрудников правопорядка не было. До приезда правоохранителей супермаркет продолжал работать. Последние годы в супер- и гипермаркетах умирают все чаще. Только за последние полгода это происходило в Ростове, Екатеринбурге и других городах. И лишь в одном случае, по инициативе охранника, торговый центр закрыли. Продолжение следует...